Это исследование молекулярных механизмов модуляции наццептивного сигнала с использованным методом фэч-клэмпа, конфокальной и атомной силовой микроскопии. Глубоковажаемый Сергей Михайлович, Глубоковажаемая Ирина Владимировна, для меня огромная честь и очень большое удовольствие рассказать о наших последних результатах в этой области, в области инцепции. В отношении глобального симпозиума, который сейчас проводится, проводится очень успешно, у меня очень-очень относительно небольшая связь, она будет касаться атомно-силовой микроскопии. Я думаю, эти данные будут новыми, в самом конце я о них расскажу. Надеюсь, что они будут интересны вам. А вообще-то мне бы хотелось взглянуть с точки зрения основных задач оптогенетики, и вообще-то физиологии на то, как устроен мозг в какой-то мере. И самая главная проблема, которая не решена, я не знаю, будет ли она решена в этом столетии, это проблема первичного сенсорного кодирования. Вот код нервных импульсов, как работает мозг, это очень важно. И вот с точки зрения физиологии, опять-таки попытаюсь подчеркнуть, очень важно практическое применение тех находок, которые у нас есть, и как это может быть дальше развиваться и с точки зрения клинической физиологии. Для человечества существует очень серьезная проблема, проблема хронической боли. В соответствии с Всемирной организацией здравоохранения лечение боли разбито на три ступени. И уже на уровне второй ступени начинают применяться опиаты, опиоиды. И третья ступень – это чисто лечение с помощью тех самых страшных лекарственных препаратов, которые имеют ужасные побочные эффекты. И они приводят к тому, что, например, когда морфин гидрохлорита выписывается больному, страдающему онкологическим заболеванием, одновременно подписывается смертный приговор, поскольку натрий-калевая эта фаза, вот тот самый белок, о котором я сегодня тоже немножко расскажу, вот с точки зрения цицепции, он начинает быть ингибирован, причем ингибирован необратимо, существуют такие данные в мировой литературе. Вот совершенно, вот с точки зрения импульсного кодирования, свет в конце туннеля появился, когда удалось обнаружить медленные натриевые каналы. Сегодня это каналы натриевые 1.8. И оказалось, что именно эти каналы имеют самое прямое отношение к проблеме боли, к проблеме хронической боли. Самые крупные открытия, на мой взгляд, были сделаны как раз в то время, когда эти каналы были открыты в школе Платона Григорьевича Костюка. Николай Петрович Веселовский как раз вот эти медленные каналы обнаружил. Было обнаружено в экспериментах на людях, скандинавскими коллегами, что при увеличении силы тактильного сигнала, вот эта высокочастотная компонента у бодрствующих пациентов начинает приводить к тому, что человек начинает чувствовать боль. И задача для того, чтобы создать принципиально новый анальгетик, вот эту высокочастотную компоненту выключить, но оставив низкочастотную компоненту, не изменяя драматически свойства всего нацептивного канала, оставить ее неизменной. Ведь все ноцисепторы, как правило, они еще полимодальны. Они несут механическую чувствительность, тактильную. И при этом, когда они начинают рассказывать или информировать организм о боли, вот здесь-то и начинается серьезная проблема. Хроническую боль мы выключаем, выключая и совершенно другие модальности. Как решить эту проблему? Конечно, в принципе, подхода может быть два. Первый – это вот то, что есть. И действительно был обнаружен медленный натриевый канал. Это вот светлая память Владимиру Самовленовичу Марковскому. В конце 70-х годов это наша работа. И вот если мы включаем медленный сигнал, сигнал, связанный с медленными калиевыми каналами, частота импульсов падает, они разбегаются, возникает адаптация. Второе направление, то есть начинает работать новая молекула. А вторая часть, вот как еще можно изменить сигнал, снизить частоту нервных импульсов, это что-то сделать с воротным устройством ионного канала. Вот именно этот второй механизм мы попытались реализовать в нашей работе. Здесь, вот еще раз подчеркиваю, в 80-е годы подход к ноцицепции был сформулирован Платон Григорьевичем Костяком с авторами. Были обнаружены медленные натриевые каналы. А когда нам очень сильно повезло, и мы нашли такую цепочку опиоидоподобного рецептора, натрий-калевая, это фаза, как трансдуктор сигнала и канала натриевая 1.8, то мы попытались доказать физиологическую значимость именно этого механизма. Ну, мы довольно далеко продвинулись, дошли до клиники, я сейчас об этом расскажу, и эффективно вот аноцептин, где каменовая кислота является как раз лекарственной субстанцией, выполняет именно эту функцию. Ну, вот мы дошли до готового лекарственного средства, и вот такая цепочка запускается. Самое интересное, на чем мы сейчас сосредоточили наше внимание, это переход на геном. Мы сейчас смотрим, какие именно внутриклеточные каскады начинают участвовать в запуске этого процесса, который начинается либо с опиоидоподобного рецептора, либо с натрий-калевая фаза, как трансдуктора сигнала. И здесь совершенно существует три мишени, и каждая из этих трех мишеней может казаться в области ноцепции очень эффективным анальгетиком, если удается найти соответствующий агонист этой мишени. Для натрий-калевая фаза, это тоже область, мы не ожидали, что она настолько спорная, настолько активно обсуждается сейчас в литературе, как натрий-калевая фаза, как трансдуктор сигнала. Она запускается эндогенными концентрациями обаина, это 10-8, 10-10. И вот наше предсказание, что этот обаин будет иметь аналитический эффект явный. Итак, каменовая кислота, обаин и практически раз, два, три, четыре цепочки, которые будут выходить на геномы, которые будут каким-то образом участвовать и сказываться на кодировании нацептивных сигналов. Обратите внимание, нам здесь очень сильно повезло, здесь довольно свежий взгляд на фармакологию лекарственной субстанции. Вот в этом месте каменовая кислота, это гамма-перона, она именно является лекарственной субстанцией. Здесь может поместиться ион кальция, чёрт, прошу прощения. Здесь может поместиться ион кальция, вот в этой области, хилатированный ион кальция. А здесь ион кальция будет в качестве кальциевой хилатной соли. Расстояние между этими двумя атомами равно как раз восьми ангстрем. Это меньше на одного нанометра, в нанотехнологии мы не попадаем. Для того, чтобы вот эту находку защитить, вот эту лекарственную субстанцию, мы получили три патента Соединенных Штатов. И основная идея вот в этом борьбе с ФИПСом Соединенных Штатов Америки, это то, что вот это расстояние, оно чётко должно быть фиксировано у всех производных гамма-перона. Если мы уходим от этого расстояния, где находятся вот эти два атома, которые за счёт ион-ионных связей, они положительно заряжены, возникает физиологический эффект, но сцептивный. Если этого нет, все остальные гамма-пероны анальгетиками быть не может. Только в этом случае имеет смысл получать эти патенты и каким-то образом проводить дальше эту лекарственную субстанцию действительно в практических целях. Если кто-то, скажем, добавит сюда CH3 группу, это будет совершенно другая молекула, её можно снова патентовать, и всё, что сделано нами, оно будет уже сделано совершенно зря. Можно с этого начинать. Итак, как это нам удалось получить? Вот для этого мы применили, в конце я перейду к методам имиджинга. Мы применили пэч-кланд метод. И самое интересное, каналы Н3В1.8 оказались удивительными для того, чтобы измерять эффективный заряд их воротного устройства не с помощью обычного метода, как это было сделано раньше классиками Армстронгом, Бизани, Мажаевой и людьми, которые работали на кафедре биофизики, включая Владимира Ильина. Это были первые работы на перехвате рамвия, они вышли как раз из Санкт-Петербурга. Ну, строится, следуя Хочкену-Хакскле, пиковая вольт-амперная характеристика. Дальше метод Алмриса позволяет при потенциалах, стремящемся к минус бесконечности, в первых точках этой хордовой проводимости, которая строится из вольт-амперной, получить именно эффективный заряд, вот он, который находится вот как тангенс угла наклона экспоненты именно вот этой вот лимитирующей проводимости. Почему только канал 1.8 может быть использован для применения этого метода? Оказывается, процессы активации и инактивации в этом канале сильно разнесены. И пиковое значение как раз не приводит к тому, что изменение эффективного заряда будет с ошибкой. Поэтому вот по первым точкам можно построить по тангенсу угла наклона эти значения эффективного заряда. И вот он, опиоидоподобный рецептор, о котором мы говорим. Если есть дозависимость этого эффективного заряда, ПЭЧ-КЛАМП нам как раз показывает, что должен, эта дозависимость показывает, что, черт, что есть два плато перехода между ними, это рецептор, это мембранный рецептор, сигнал блокируется нолтрексоном. И также этот сигнал блокируется большими концентрациями обоина, цепочка эта разрывается, но об этом говорить я не могу, у меня, к сожалению, нет на это времени. Более подробно мы это опубликовали в нашей монографии, вышедшей в прошлом году. И вот в чем вся суть. Вот он, эффективный заряд, который переносится в натриевом канале при его открывании. И вся потенциалочувствительность как раз и определяется величиной этого эффективного заряда этих ворот, активационных ворот. И если есть какой-то процесс, который позволяет изменить этот эффективный заряд, то у нас есть надежда, что мы можем выйти на регуляцию процессов нолцецепции. Это для канала 1.8. Итак, дальше мы, я пропускаю очень большой период нашей работы, доказали, что этот рецептор, который блокируется аналтрексоном, он не является опиоидным. Это данные, мы получили разрешение на проведение первой фазы клинических исследований, показывает, что в крови человека быстро исчезает каменовая кислота за минуты. А аналитический эффект держится в течение часов, те же самые 6 часов, как у морфина. Но морфин остается в кровотоке. И это говорит, вот в этом красота физиологии, что если нам удается что-то сделать у человека, то мы можем очень серьезно проверять те наши гипотезы, которые были ранее заложены. Еще раз, есть опиоидоподобный рецептор, который к опиоидной системе не имеет никакого отношения. Да, этот отчет был еще в 2009 году утвержден нашим FDA. Сейчас мы, ну буквально сегодняшние данные, планируем выходить на вторую-третью фазу с аноцептином. А здесь я как раз вернусь к тем самым фундаментальным исследованиям, которые как раз нам и позволяют доказать, что да, действительно, вот эти тончайшие механизмы, а мы имеем дело благодаря патч-клант методу с физиологией не новых молекул, которые внедряются, встраиваются и имеют, ну неизвестно пока какие негативные побочные эффекты, мы действуем на часть молекулы, на активационное воротное устройство канала натрия В1.8 и пытаемся его регулировать. Вот, но для того, чтобы доказать, что действительно именно этот процесс может быть действительно важным с точки зрения импульсной активности, я повторяю, я возвращаюсь к той глобальной задачи для человечества, нам надо же узнать, как наш мозг работает, для чего нужны наши нервные импульсы. Мы построили модель Хочкина-Хаксли, здесь, конечно, светлая память Ирины Евгеньевны Катиной, мы получили те самые константы скоростей перехода и полное описание канала натрия В1.8 и изменяя константы скоростей, это довольно легко сделать, мы можем изменить только один параметр системы, эффективный заряд активационного воротного устройства. И вот эти синие импульсы показывают болевой ответ клетки. Если мы меняем только один, подчеркиваю, эффективный заряд, мы переходим к этим красным сериям импульсов, мы видим, что частота снижается, и та задача, которую мы перед собой поставили, снижение вот этой самой болевой компоненты, она может быть решена благодаря вот как раз изменению, подчеркиваю, единственного параметра, описывающего активацию часть молекулы. И посмотрите, какой красивый момент, это частота нервных импульсов, это болевой порог. Если мы снижаем только эффективный заряд, то никакие дальнейшие усиления стимула не могут привести к возвращению боли, частота не может быть выше. Если мы сдвигаем активационную кривую, скажем, вправо, но тоже при потенциале покоя будет открыто меньше каналов, то тогда при увеличении силы стимула у нас... Черт, ваше прощение. У нас все-таки боль может вернуться. Вот мы можем превысить боль. И если мы меняем плотность каналов, да, тоже это обычный, что ли, модус, и всем было бы понятно, как вот можно купировать боль, но я возвращаюсь к работам Бориса Израильевича Ходорова, как работают местные анестетики. Да, там снижается число каналов, мы блокируем все натриевые каналы вот с помощью местных анестетиков, но если хоть что-то останется из этих каналов, то боль может вернуться. Вот именно такой же механизм при изменении плотности каналов может быть реализован. Ну а теперь я перехожу к основной части доклада, которая относится как раз к теме сегодняшнего симпозиума, к имиджингу. И мы использовали конфокальный микроскоп, и для того, чтобы посмотреть, а что же происходит, что происходит дальше, вот когда сигнал передается на геном. Еще раз говорю, мы много лет не могли дальше продвинуться с клиническими исследованиями, но с теми самыми молекулярными исследованиями, которые мы начали, мы как раз сделали немало. Ну во многом благодаря, конечно, гранту РНФ, который позволил нам закупить те самые антитела и те самые расходные материалы, которые позволили нам выходить в первую очередь на антитела к натриевым каналам, это после воздействия обоина. Вот если мы эти две картинки сохраним, спектр получается приблизительно те же самые. То есть воздействие обоина, которое, да, мы знаем, меняет эффективный заряд, да, мы знаем, в поведенческих экспериментах это приводит, например, в формалиновом тесте к снижению болевой реакции организма, то вот с точки зрения экспрессии каналов натрия В1.8, в общем, это 10-12-дневные куриные эмбрионы, спинальные ганглии, сенсорные нейроны, увеличивая, не уменьшается плотность этих каналов. Хорошо это или плохо, но вот с точки зрения обоина, трансдукторной функции, этого не происходит, это факт, но эффективный заряд снижается, это другой механизм. Теперь вот здесь вы, поверьте мне, пожалуйста, мы очень горды этим рисунком, дело в том, что если мы начинаем следить за ростом нейритов, то каменовая кислота, оказывается, начинает стимулировать этот рост, причем стимулировать потрясающе сильно, это где-то чуть ли не в полтора раза площадь нейритов по сравнению с контролем увеличивается. Ну здесь видите окраска на нейрофиламент и, конечно, на альфа-3 изоформу натрий-калевая Т-фаза. Понимаете, вот эта альфа-3 изоформа, это безумно для нас важный результат. В нейронах существуют разные изоформы натрий-калевая Т-фаза. Это обычно альфа-1, альфа-3 изоформа. И если альфа-1, вот домохозяйка, она как раз занимается и созданием мембранного потенциала, то, что делает альфа-3, оставалось, ну, в общем, большой загадкой. И сейчас появилась масса работ, подчеркну, на сенсорных нейронах такие работы в мире не сделаны. Что именно альфа-3 изоформа, это мы здесь показали, она может участвовать, подчеркиваю, может, в придаче, вот именно в реализации этой трансдукторной функции. Когда мы обнаружили этот эффект трансдукции натрий-калевая Т-фаза в 99-м году, была только одна работа наших американских коллег на кардиомиоцитах. Сейчас сотни работ, которые исследуют именно этот процесс. Действительно, как с натрий-калевой Т-фазой это происходит, это задача дальнейших исследований. Так, теперь я уже очень быстро. Конфокальная микроскопия. Здесь тот самый новый метод, который сейчас позволяет посмотреть механические свойства клетки. Мы можем увидеть ряд параметров при воздействии на живую клетку. И таким образом она выглядит. Здесь лазерный прибор, который позволяет получить имиджинг этой клетки. И еще одну характеристику, механические свойства ее. В первую очередь, модуль Юнга. И вот нам очень приятно, что впервые, пожалуй, получили такие данные, которые позволяют нам сказать, что если в контроле мы имеем низкие значения модуля Юнга, то клетка мягкая, жестче она становится после воздействия обаина. Это запускается процесс, процесс трансдукции на клетку. Что касается каменовой кислоты, то она имеет вот такое плечо. Еще раз говорю, это данные о средних значениях. Это тенденция. Это не то, что мы, как в патч-клампе, можем мерить там характеристики части молекул. То в этом плане метод атомной силовой микроскопии очень перспективен. Вот то, что мы сейчас показали с точки зрения вот этой самой цепочки сигнализации, которая идет на геном, здесь понятно, что после воздействия того же самого обаина жестче становится клетка, модуля Юнга должна быть больше. А то, что пойдет вот со стороны, это наша следующая задача каменовой кислоты, разобраться вот в этом пути мембранной сигнализации, это другой. Это совершенно другой механизм и другой сигнальный процесс. Что будет дальше и как это связано с ноцицепцией? Да, это очень важно, потому что если процессы регенерации и репарации начинают включаться, то это очень важно с точки зрения физиологии. Ну вот в позавчерашнем докладе наши коллеги из Политехнического университета, я имею в виду Ольгу Леонардову Власову, показало, что число шипиков может увеличиваться при воздействии определенных молекул, связанных с оптогенетикой, тех же самых апсинов. Вот здесь такая молекула, которая может что-то такое изменить, сделать, это, конечно, в первую очередь натрия калевая фаза, а делает она запускать регенерационный процесс. Ну, выводы я не буду читать, это все понятно, что мы сделаны, я об этом рассказал. Искренняя благодарность моим дорогим коллегам. Юрий Израилович Поляков нам очень сильно помог сделать клинические исследования, первую фазу в Институте мозга человека. Все остальное сделано в Санкт-Петербурге. И большое спасибо за внимание. Есть время на один вопрос. Кто-нибудь желает задать? Очень может быть. Наши американские коллеги, когда использовали как раз атомно-силовую микроскопию, они сделали, воздействовали на цитоскелет. Результат предсказуем. Изменилось, клетка стала мягче. А у нас она стала жестче, это другой механизм. А насчет боли, да, конечно, если мы выйдем на этот механизм, мы со стороны рецептора посредованного действия еще ничего не знаем. Это очень-очень может быть, вы абсолютно правы. Да, Илья Борисович. Это Игореха. Там у вас на одном слайде был показан натриевый канал, вот 1,8. Игорь, огромное спасибо. Я здесь не мог сказать другое. Когда мы берем вольтамперные характеристики, у нас вот именно обычные пиковые вольтамперные характеристики. После воздействия, запуска этого нашего канала, они все сдвигаются вправо. Сдвиг вправо абсолютно необъясним. Понятно, что при потенциале покоя каналов будет меньше, и это еще один дополнительный антиноцисептивный эффект. Мы это описали в монографии. Но самое-то главное, как это происходит. Мы возвращаемся к классическим работам Галины Николаевны Мажаевой. То есть поверхностный заряд. Вот какое-то взаимодействие, которое на основе теории Гуи-Чепмена может здесь казаться. Это действительно самый тонкий момент, и мы очень сильно надеемся, что мы дальше именно это посмотрим. Все, спасибо.